День. 1673. Алекс на связи. Конечно, на лунной даче можно автоматизировать много разных интересных задач. Сами сценарии по автоматизации этих задач можно писать в разных системах. Например, это можно в Home Assistant разрабатывать сценарии. Это вполне несложно сделать. Но также можно и писать сценарии в разных интегрированных экосистемах. То есть, если, например, из Home Assistant какие-то датчики и устройства прокинуты и добавлены в экосистему Яндекса через специальный модуль, то можно даже и в этом, допустим, в экосистеме Яндекса тоже сделать какой-то сценарий. Иногда это удобно, чтобы сделать какой-то сценарий очень быстро. В Яндексе там можно писать довольно интересный сценарий. То есть, можно также, допустим, обрабатывать разные датчики. Например, датчик температуры или влажности, или открытие, или движение. И делать дальше какое-то действие. Причем действия могут быть довольно сложные. Там, с разными задержками соответствующими. То есть, можно выполнить там много последовательных действий. То есть, в принципе, такое решение тоже неплохое. Но если нет удаленного доступа, и там невозможно в Home Assistant зайти и прямо в нем написать сценарий, то как временное решение можно и так попробовать сделать. Например, вполне несложно сделать там включение, допустим, обогреватель, если температура упала в комнате. И выключение, если она там выросла. И любые другие, там, такие же, такого рода автоматизации. Ну и даже можно и по времени запускать, например, чтобы там ночью включалось освещение, а днем оно выключалось. То есть, в принципе, это тоже все довольно просто получится. Конечно, в приложении Яднеса там тоже довольно много ограничений. То есть, нельзя, например, проверить какие-то события еще дополнительно к триггеру. Поэтому лучше, чтобы все там сценарии, они там какой-то одной системе разрабатывались, которая может полноценно все варианты сценариев и возможностей там можно было описать. Например, в Home Assistant, конечно, там довольно неплохой язык по разработке. И там есть визуальный способ разработки всех сценариев. И там постоянно тоже развивается, новые возможности появляются. То есть, например, можно, чтобы какой-то триггер там, допустим, сработал. Или даже несколько разных триггеров там проверять. Потом еще проверять кучу разных событий. Например, что там что-то включено. Или там время суток. Или еще какие-то параметры. И потом выполнять действия. И еще даже при выполнении действий тоже можно там делать всякие проверки дополнительные. И задержки по времени. Что, в принципе, вполне удобно. И можно там без всякого программирования очень много разных интересных сценариев сделать. И даже если, допустим, будет уже сложно разбираться в визуальном, можно там в любой момент переключиться в виде текста, в виде кода. И там уже и копировать быстрее, и обрабатывать удобнее эти сценарии. То есть, можно будет и даже так. И потом обратно вернуться, и все будет снова в визуальном интерфейсе тоже там корректно отображаться. Ну, я разрабатываю в основном, конечно, сценарии в виде скриптов на Bash и на Python. Еще некоторые есть. Но для того, чтобы к Home Assistant можно было подключиться из этих скриптов, есть тоже возможность такая. В Home Assistant можно получить там специальный токен. И тогда просто там по API можно будет подключаться к ним и выполнять разные команды. Например, у меня так было сделано. У меня датчик. Есть выключатель от Tuya. Он работает по Wi-Fi. И иногда сама интеграция, сам сервис, который отвечает интеграцией с облаком Tuya, он не очень стабильно работает. И я бы сделал так, что у меня именно управление этим выключателем происходит через Home Assistant, который уже тоже интегрирован с Tuya. Но интеграция между Home Assistant и Tuya немножко понадежнее. И он там проверяется и перезапускается при необходимости. Сам переподключается к этому облаку. То есть, таким образом, особо там на производительность никак не отразилось. То есть, включается так же быстро, но при этом и работает понадежнее. То есть, такие варианты, там, обращение к Home Assistant, получение значения каких-то датчиков или управление какими-то устройствами, или запуск каких-то сценариев, это тоже можно вполне реализовать. Сами сценарии можно сделать, конечно, на много разных тем. Например, для управления светом можно сделать сценарий, чтобы он там включался, допустим, по датчику движения. И при этом можно сделать так, чтобы он выключался не сразу, как движение закончилось, а прямо в сценарии приписать, что если там движение прекратилось, и нужно еще подождать какое-то время, например, 3 минуты, и после этого только выключить свет. Это удобно, когда там куда-то зашел, там, может, что-то делаешь, там, двигаешься мало. И датчик движения, конечно, перестанет регистрировать такое движение. Ну, либо можно использовать, допустим, датчик открытия, если там помещение дверь не закрывается, например, какой-то гараж или сарай, то, конечно, там можно просто открыть дверь, свет включился, и после этого, пока дверь не закрыта, свет будет включен. Ну, можно делать всякие дополнительные еще там проверки, что если он горит очень долго, то тоже можно выключить. То есть, если на улице светло, и там, допустим, освещение так много не нужно в помещении, то тоже можно это проверять и при включении, соответственно, и выключить заранее, можно будет тоже. То есть, в принципе, сама там хорошая система умного дома, она поможет эти сценарии более умными сделать. Может быть, только ограничением, конечно, оказаться, что если там какая-то дверь железная используется, то датчик открытия, он может там быть экранирован от железной двери, и нужно там внимательно посмотреть, в какую сторону он направлен, для того, чтобы он все-таки мог какой-то, ну, либо сам координатор ZIG без сети видеть, либо видеть там роутер, какую-нибудь розетку или выключатель. Но если, конечно, там, допустим, движение хочется как-то более умно сделать, можно использовать датчик присутствия. В принципе, они там не сильно дороже стоят уже, уже, и, конечно, у него больше возможностей, он там может замечать движения разные, и там на большом расстоянии, в принципе, там достаточно просто там дышать, и он уже будет реагировать, ну, там, допустим, на расстоянии до 5 метров, он точно будет замечать, дальше уже, конечно, не гарантированно. Но проблема в том, что он реагирует на любое движение, а не только там на движение человека, то, конечно, там, если что-то шевелится, там, какое-то устройство может, что-то двери, то он на них тоже будет реагировать, ну, и на животных тоже может реагировать, поэтому где-нибудь на даче, там, может быть, не стоит такой датчик присутствия ставить, чтобы он там не срабатывал на все подряд. Ну, такой датчик присутствия можно, например, установить и в доме, и можно там в нескольких местах поставить, и тогда определять, что если в доме кто-то есть, то, в принципе, дом будет в режиме как раз присутствия людей, и все сценарии будут работать в соответствии с этим. И даже если люди спят, то он тоже будет, в принципе, определять их присутствие, что удобно. Ну, либо можно сделать еще и контроль по общей движению, если там датчики-то срабатывали, выключатели там переключались, розетки работали, еще что-то, двери открывались, то, конечно, тоже можно отслеживать, и, например, там обновлять какой-то триггер, чтобы он показывал, что люди присутствуют, и, соответственно, режим, допустим, охрана не включался. Но если нужно будет определить уже там более точно, то, во-первых, можно использовать подключение к Wi-Fi, если там, допустим, телефон к Wi-Fi точкой подключился, то таким образом можно контролировать, что люди уже там на даче присутствуют, и, соответственно, нужно охрану включить. Даже если там подходишь или подъезжаешь, то с какого-то расстояния уже тоже Wi-Fi может подключиться, и, в принципе, охрана будет отключена на даче. Это тоже может оказаться удобным, но надо не забывать это Wi-Fi на телефоне включать, иначе, конечно, может и не сработать, а дача может и на охрану автоматически поставиться, если такой сценарий предусмотрен. Отопление на даче – это тоже, конечно, основной вопрос. Понятно, что поддерживать температуру нужного, иногда и там летом бывает, и ночью довольно холодно, но сами обогреватели, если там, скорее всего, используется, электрическое отопление, газ бывает очень редко, может быть, у кого-то, конечно, и печь стоит на дровах, но в основном, конечно, это электрическое отопление, и поэтому даже если конвертор, например, или радиатор какой-то умный, он может поддерживать температуру, то все равно он не может поддерживать ниже 18 градусов, и большая часть из них, и, конечно, тут может помочь только умный дом, который сможет там отслеживать температуру, и какой-нибудь умной розеткой включать, или выключать этот обогреватель, например, поддерживать там температуру 10 градусов, или там 4 градуса, то есть это тоже, в принципе, можно будет настроить таким образом. Но тут тоже надо, чтобы сам конвертор, он мог включиться, если питание будет отключено и снова включено, потому что даже в этом случае он, конечно, может и не переключаться в такой режим. Но даже если использовать не умные обогреватели, у них тоже, конечно, там есть несколько режимов, но они только вручную переключаются, поэтому на самом деле проще там лучше поставить несколько обогревателей, включить их какой-то там в один режим, может быть, не самый мощный, и разными розетками эти обогреватели включать или выключать. То есть, например, это будет гораздо удобнее и более гибко для управления. И точно они там от розетки будут включаться или выключаться. И еще, поскольку, конечно, на даче там ограничена довольно электроэнергия подведенная, то иногда полезно отслеживать, чтобы все обогреватели не включились на максимальную мощность и включать их там в сценарий поочередно. Если, допустим, обогреватель не включен, то другой в этот момент, например, не включать. и потом, наоборот, можно там включить, если нужно в разных комнатах, например, прогреть, а мощности не хватает. Но если несколько обогревателей, допустим, там, по киловатту, то, в принципе, можно их тоже поочередно включать или включать одновременно там на какое-то время. Но можно, конечно, и автомат там поставить более мощный, но, как некоторые делают, но фактически это, конечно, опасно. Можно там и пожар устроить, потому что проводка может быть тоже не рассчитана на такое потребление. Ну и для того, чтобы контролировать расход энергии, тоже можно, чтобы не делать какие-нибудь дашборды, можно там просто сделать оповещение в Телеграм с какой-то периодичностью там о превышениях или о текущем потреблении энергии. и тогда даже если там уехал с дачи, то можно будет посмотреть, не забыл что-нибудь выключить, ну и, соответственно, либо выключить вручную, либо как-то там какое-то действие предпринять. Но можно еще и делать информирование, например, там какими-то визуальными способами, например, какой-то светильник предусмотреть или там делать разные индикаторы световые, которые можно включать в зависимости от того, какая нагрузка. То есть, если там, например, какую-нибудь светодиодную ленту подключить, то если нагрузка высокая, там можно одним цветом подсвечивать, если нагрузка низкая, другим цветом подсвечивать. И это тоже можно будет очень быстро визуально понять и определить, что включено, а что не включено в текущий момент. Вообще, конечно, это самые простые сценарии. Можно придумать очень много интересных. Некоторые сценарии приживаются. Некоторые сценарии, конечно, потом будут отключены. Но нужно будет, конечно, все-таки 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 придумывать разные сценарии. Ну, и делиться другими людьми, которые тоже делают умную дачу.